И вы сможете задать вопрос свой с видео или без, неважно. Вот, поэтому вопросы готовьте, а Женя сейчас подключится. Видимо, что-то там, какая-то техническая небольшая неполадка. Вот, добрый вечер, Наталья, Светлана, Александра, Серафима, Алена, Даша, Юля, здравствуйте все. Вот, эфир для новичков, для тех, кто пока мало понимает в агентской работе. Немножко запутался в наших чатах, в кастингах, в пробах, в выставках, в съемках, вот, для вот всех этих прекрасных наших родителей, талантливых детей в сегодняшний эфир. Женечка, присоединяйся. Да, у меня не было звука, прошу прощения, вот сейчас появился. Поехали. О чем мы сегодня поговорим? Ну, вот прошел наш честецкий вечер, дети показали себя прекрасно, появились новые какие-то лица, кого мы там не брали в актерское агентство, а хотели посмотреть их в деле, даже в том числе и наши ученики. И вот сейчас, Жень, как бы хочется сегодня, знаешь, поговорить, чтобы этот эфир наш 30-минутный был полезен новичкам, для тех, кто пока не понимает, что делать, куда идти, чем отличается чат-дебют от чата-кинодебют, от чата-вгик-дебют и бла-бла-бла-бла-бла, да? То есть вот я мать, у меня ребенок, что далеко ходить? Моя подруга, актриса Поля Полякова, ее дети где-то занимаются, а она мне пишет, звонит, Аня, как попасть к себе в агентство? Жень, вот для всех прям сегодняшний эфир. Давай, поехали. Да, смотри, да, скажу сразу. Первое, у нас есть два варианта взаимодействия и сотрудничества. Первый вариант – это вы просто делаете профессиональные материалы. Конечно, здорово, если вы делаете их у нас, не по причине того, что именно только мы делаем лучшие фотосессии и видео, но мне очень нравится, правда, то, что мы делаем. Это очень круто и здорово, когда на сайте размещена одинаковая примерно в одной стилистике фотография фотосессии, потому что я вот наблюдаю за коллегами и я вижу в фотосессии, что каждая сделана в одном стиле, смотрится это очень гармонично. Поэтому первый этап – вам необходимо иметь свои материалы, фото и видео. Видео, вот мне сейчас как раз присылают параллельно кучу видео с моего курса нового. Всем привет, если вы здесь. Значит, вам необходимо иметь видеовизитку. Видеовизитку можно снять и в домашних условиях для начала старта работы. И также вам необходимо сделать портретные фото, фото с зубами, где у детей видны зубы. Почему именно зубами? По причине того, что зубки у кого-то у деток выпадают, и есть не все зубки. За счет этого нужно, чтобы мы видели полную улыбку у детей. Вот, собственно, вы это тоже можете снять себе на iPhone. На однотонной стене этого будет, в принципе, достаточно для того, чтобы начать самостоятельно принимать участие в открытых кастингах. У нас есть группа «Дебют», которую создала Наталья Герасимова, мама нашего актера, который у нас активно снимается в главных ролях. Сегодня буквально он был у нас на пробах в проект. А нет, сегодня у нас снимался в проекте. Был на дубляже программы. Также позавчера, сразу после Чтецкого вечера, он поехал на главную роль пробы. Проект еще один, и завтра у него будут и в четверг следующий проект, также пробы. Вот, поэтому, в принципе, мама у нас уже продвинутая. И вот сделала такую инициативу, открыла канал, в котором она со всех открытых источников отправляет кастинги. Но очень важно отличие этого канала и от работы агентства тем, что мы, эти кастинги не проверены, поэтому в целом могут быть иногда какие-то накладки, а иногда может, наоборот, выстрелить что-то суперкрутое. Поэтому в целом это такая ее инициатива на добровольной основе. Поэтому обязательно используйте те, кто начинает. Очень благодарны, но ответственности за содержимое кастингов не несем. Да, это очень важно, прям безумно важно, потому что родители мне тоже про это пишут. И порой часто пишут мне, вот мы отправили туда, а нам пришло вот это. Поэтому тем, кто у нас в агентстве, тоже иногда смотрят, когда открыты кастинги, я потом это разбираю. И порой бывают не очень приятные ситуации. Но, тем не менее, все равно это очень крутой старт для тех, у кого не было ранее проектов. Вот, например, сейчас Стефаня Россейкина нашу вовсю выстреливает, и очень приятно это видеть. Ну, она и у нас сейчас недавно была на проекте. Ну, вот прямо сейчас у нее такой взлет. А второй вариант взаимодействия с агентством – это уже прямо услуги актерского агентства. Что это подразумевает? Это подразумевает… Агент, который перед вами. И агент… Да, это подразумевает непосредственно работу агента. У нас есть администратор сайта, который занимается постоянно обновлением свежих материалов, чтобы кастинг-директора видели то, что дети имеют свежий материал, и мы всегда об этом анонсируем. Анонсируем, меняют информацию, все ваши дополнения. Например, там ребенок изменился рост, цвет глаз, возраст с наступлением дня рождения. Поменять визитку. Например, там Софья Жоричева присылает шоу Рилл, или еще несколько разных видео вариантов. Это очень большая работа, потому что это надо загрузить, это надо выставить на сайт, плюс эта фотография форматируется для того, чтобы они красиво выгляделы на сайте. Вот, собственно, и все анкетные данные. Помимо этого есть закрытый чат. Закрытый чат, в нем располагаются запросы. В основном это коммерческие проекты, главные роли эпизода второго плана, но те запросы, которые приходят лично нам от кастинг-директоров, от режиссеров, от продюсеров и от наших коллег из индустрии, либо те, которые требуют определенного возраста проекта. Но все это проверено, все это живые люди, которых мы знаем лично. Поэтому в этом плане это, конечно, безопасность ваша. Следующий этап, чем занимается также агентство, агентство – это документы. Вот на данный момент, например, я собираю в экспедицию одного из наших актеров, Леонида Смирнова, которого утвердили на проект, назначимую роль, который будет в Питере. Это, следовательно, мы отслеживаем примерки, пробы грима, которые у него недавно были, пропуска, трансфер, райдер – это всевозможные переработки, как они будут выглядеть, сам контракт, сбор документов и очень многое другое. Плюс еще ведение актера во время самого съемочного периода, от съемка и фотографии явочных листов. Были переработки, не были отслежены. То есть это целый огромный, так же, так сказать, уже во время съемки процесс, которым занимается агент. Также плюс условия, естественно, финансовые условия на этапе утверждения и так далее. Но это мы уже говорим про утверждение. Также, что самое главное, я считаю, это реклама актеров. Реклама актеров непосредственно путем наших каналов, которые у нас есть, да, это профессиональные платформы, на которых нет актеров, их родителей. Здесь только коллеги из индустрии, которые могут посмотреть актеров. Это доступ, естественно, там мы размещаем только детей, которые у нас именно непосредственно по договору с нами работают. Вот. Собственно, также плюс проходит, что суперважно, это творческие встречи с деятелями киноиндустрии. Это как и продюсеры, режиссеры, актеры и так далее. Цель этих встреч – усиление навыков актеров, их знаний, в том плане, как вообще строится индустрия, какие есть тонкости в ней работы. Также плюс дополнительно показать еще актеров, деятелям, и, возможно, также получить какую-то пробу в дальнейшем или какой-то кастинг или утверждение. Потому что это тоже у нас частая практика, после которой дети получают свои первые пробы, свои не первые пробы, ну или в целом утверждение. В общем, цель агентства – максимальный пиар. Можно подчеркнуть очень важный момент финансовый? Потому что у многих родителей вопрос, за что я должна платить? Вообще, за что мне платить и надо ли платить? И это вопрос древний как мир. Нам 13-й год пошел, а, например, модельному бизнесу, то есть мы первопроходцы были в детско-актерской сфере, а вот модельный бизнес существует давно, и очень много мошеннических схем, просто вытрясание денег из родителей и бла-бла-бла. Поэтому по поводу финансов тоже хочется отдельно эту тему подчеркнуть. Почему? Чтобы у родителей сразу было, за что они платят, куда они платят и как. Актерская актера «Салантина» получает, во-первых, 20% с гонорара актера. Когда пройдет съемка у Леонида Смирнова или у любого другого актера, мама получает деньги, и потом она платит 20% в актерское агентство, с которым у нее заключен контракт. Вот этим живет, на это живет агент, и агентство существует, и так как съемки у детей гораздо реже, чем у взрослых, то есть у ребенка это бывает там несколько смен, а взрослые снимаются постоянно много, и ставки, гонорары детей-актеров 10-15 тысяч, 10-30 тысяч рублей в смену, а у взрослых актеров 100 и выше. Поэтому у нас есть, кроме агентского процента, есть еще какие траты у родителя, который хочет ребенка в базу актерского агентства поставить. Это съемки фото и видео портфолио. У нас... Давай цифрами. Может быть, сразу цифрами? Да, 600 тысяч стоит фото. 12-400 – это съемка фото и видео. Этого фото и видео вам в целом хватит на год. Это то, что будет расположено на сайте. Плюс дополнительно домашние визитки вы можете делать дома самостоятельно и присылать их свежие в зависимости от проекта. То есть, в целом, визитки, записанные у нас в студии, хватит вам на полгода. Ну, то есть, я имею в виду вообще вот так, которые можно будет актуально рассылать в качестве директора. Если ребенок не особо как-то вырос. То есть, кому-то надо раз в год обновлять актерские материалы, кому-то чуть чаще, раз в 6-8 месяцев. Это первая трата. И вторая трата – это ежегодная оплата работы агентства 12 тысяч. Не знаю, Аня зависла у меня, у всех ли я зависла? Друзья, это у меня зависла или у Ани? Скажите, пожалуйста. Да, Валерия. У меня или у Ани? Это у Ани? Да, да, Аня, Анна висит. У вас не порядка. А, ну, в любом случае, да, в любом случае, давайте я отвечу, так как это по моей части вопрос. Да, стоимость всего 12 тысяч рублей. Я не считаю, что это большая сумма абсолютно. Это тысяча рублей в месяц. Вот мне сейчас написала Аня, что у нее сел от жары телефон. Имеется в виду, что у нас до этого просто с ней был прямой эфир в ее аккаунте в Телеграме, ой, в Инстаграме. Вот, поэтому, да, стоимость 12 тысяч рублей в год – это тысяча рублей в месяц. Собственно, у нас проходят встречи с кастинг-директорами, режиссерами и другими спикерами. Цель этих встреч – показать наших актеров как можно большему количеству деятелей, вот как это в целом было на Чтецком вечере. Ну и в целом вообще это большая, да, история. Дойти до роли – это не так просто. Даже взрослый актер, Аня сказал, что получает там от 100 и выше. Безусловно, но это уже актеры медийные. Актеры взрослые тоже очень многие не сразу добиваются своего успеха. А кто-то из актеров, кто уже имеет много ролей, также иногда могут остаться и без этого. Поэтому в целом, вот, не знаю, вроде бы на все вопросы ответили. Бесплатно вы можете разместить у нас непосредственно свою видео-визитку. Мы ее загружаем на наш YouTube-канал и также разместим в нашем Telegram-канале. И если это будет какой-то кастинг, к которому вы, возможно, подойдете, мы вас отправим. Но, тем не менее, тогда это исключается. Реклама, рассылка и непосредственно размещение на самом сайте. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я только не знаю, как работает. Вот, Стефания. Так, сейчас я. Вот мне параллельно мама пишет про пробу так. А как, нельзя всем сразу разрешить говорить. Да, Алена. День, точнее, уже вечер. У меня такой вопрос. Вот мы скинули свою фотографию в чате уже где с агентствами. Ваше агентство, наше агентство. В общем, мы тут скинули фотографию. И как нам вообще какая-то реакция последовала? Смотрите, вот расскажу. Это вы уже находитесь, вы уже как наш подписчик. Все это делается для того, чтобы вы в целом видели, что у нас происходит и какие есть кастинги. Есть кастинги точечные, когда я лично вам напишу. И я не буду выставлять это в общий чат. Ну, вот наш, который, да, закрытый. А есть кастинги, которые требуются по возрасту. То, что видели вы. Правильно? Проект, который, ну, няня, да? Про него же говорим? Да, да, да. Вот. То есть я все это увидела, я все это отслеживаю. Но здесь у нас работает немножко по-другому. Я вижу, что вы отправили. Я взаимодействую дальше с кастинг-директором и в целом с режиссером на этот счет. Но я при этом вам ничего не буду писать только в случае того, что если будет положительный результат, либо если нужно будет записать пробы. То есть я, в свою очередь, и делаю работу и с вами, и до вас, и в процессе. То есть, грубо говоря, это в большей степени для вас, чтобы вы видели. И я понимала, кто хочет в этом проекте быть, а кому это неинтересно. То есть в любом случае я уже вас подала до того момента, как вы отправили фото. Я все поняла. Спасибо. Да, то есть это просто для того, чтобы вы видели. Я чувствовала, видела, у кого есть интерес, а у кого его нет. Потому что порой ты можешь кого-то там, например, отправить, и он скажет, зачем мне это вообще не нужно. Но иногда еще есть такая история со спецнавыками. То есть, например, сложно держать в голове, кто у нас из детей стоит на лыжах. Там из 200 человек в агентстве, условно говоря, кто стоит на лыжах, да? Поэтому иногда это просто, чтобы родители напомнили. Ой, это же мой, мой в хоккей играет. Да, это правда, согласна, согласна, да. Ну, то есть в целом, да, вот так все это происходит. Да, следующий вопрос кто-то был. У меня сел телефон, как это, перегрелся и выключился. Да, так включайте микрофон и, да, Ксюша. Да, Ростислав Рыжиков. Да, Ксения. Здравствуйте, слышно? Да, слышно. Я бы хотела уточнить, просто, может быть, я прослушала, вариант такой, что вот мы, вообще, постановка в агентство, но как по желанию, ну, не то, что по желанию, то есть мы приводим ребенка, и вы все равно оцениваете, подходит он вам или нет, либо ему, например, 12 тысяч платим в год, и все, и он стоит в базе. Ну, какой-то выбор все равно есть от СЕВ, то есть подойдет он сейчас, готовы вы с ним работать или нет. Можно я скажу? Да. Это мама Кудрявого мальчика из Новой Москвы? Да. Ну, вот, вы знаете, я увидела в дебюте позавчера кастинг для вас, и я не знала, как вас там тегнуть, ну, во-первых, как бы парень молодец выступил классно, и для нас это все-таки показатель на Четском вечере, да, что только начал заниматься, не постеснялся, вышел, так классно выглядит. И кастинг был для вас там, ангелочков Кудрявых искали. Я бегом скинула Роме Богдановскому и сказала, у тебя есть такие дети, пожалуйста, перешли. Я надеюсь, что вы туда позвали себя, вот, вам. У меня пока информация не приходила, к сожалению. Тогда сейчас я после эфира, знаете, как я делаю? Я просто продублирую два чата, вот дебют, где разные кастинги, прослушивания. Вы немножечко историю пролесните, там очень много проектов выкладывается, и вот вы пролесните, пролесните, я просто не знала, как вы в Телеграме, какой у вас никнейм, но вы видите, найдете вот этот кастинг и пошлите туда своего сына, отбор, конечно, в агентство есть, конечно, есть. Каким образом он осуществляется? А. Приходим на занятия, смотрим. Б. Ваши педагоги говорят, что, ой, этому уже пора. Ну вот, например, сейчас мы про молодые говорим. О, этому уже можно, даже педагог может подойти шепнуть. Либо вы можете спросить у педагога, как вы считаете, моему можно уже так же начать работу и уже создавать фильмографию по чуть-чуть вот на этих кастингах в дебюте. За маленькие деньги, иногда бесплатно, иногда за подарки за еду, за мерч за какой-нибудь. Ну, отбор, конечно, есть в агентство. Просто так вот заплатить 12 тысяч и, ну, типа из разряда, давайте меня куда-то там продвигайте. Ну, так не сработает. Да, потому что, да, вы еще должны понимать, что к нам в агентство стучится, искренне вам скажу, миллион людей. Ну, конечно, не миллион, прям, да? Ну, понятно. Но каждый день мне приходят просто тысячи, сотни заявок. И просто кто-то пишет, что вы нам не ответили, кого-то там не заметили. То, что есть фокус-группа, фокус-группа, это в первую очередь наши ученики. Почему? Ну, во-первых, потому что мы знаем, как они выглядят, чем они живут, какие у них сейчас истории. Я все время могу. Недавно у нас, например, наша ученица записывала пробы на главную роль. Это, господи, Довгая, Вероника Довгая. И я понимаю, что педагог вот прямо там на перемене ей помог какие-то дать правки. Потому что я ему позвонила Степа, ой, Станислав, срочно, Степан, прошу прощения, помоги мне там срочно ей что-то помочь сделать. И поэтому, естественно, для нас это удобная история, что мы видим, как дети развиваются, какой у них уровень. И мы можем где-то педагогам, вы можете позаниматься индивидуальные занятия, купить, записать эти пробы. И вообще в целом мы отслеживаем рост ученика. Потому что вот даже кто-то перешел в золотой состав, и уже все у нас никогда не такого, что он просто перешел в золотой состав. Это обсуждается на планерках, как ребенок выступает, как он ведет себя на занятиях. Это вот знает, кто, о ком я говорю. Понятно. Спасибо большое. В общем, учениками первоочередно мы занимаемся. Для нас очень важно, вы к нам пришли, мы вас учим, и нам хочется, чтобы тоже вы, если у вас есть желание, чтобы вы где-то попробовали себя еще и там во внешнем. Желание, конечно, есть. Я поэтому и уточняю, то есть каким образом все это будет строиться. Ну, у меня правда, у меня есть, иногда возникают вопросы, просто сейчас вот половину уже из головы вылетела. Не могу вспомнить. Нас приглашали на одну пробу, но потом почему-то девочка, которая снимала, там был безоплатный проект, чисто вот попробовать. И пока девочка, к сожалению, пропала, я даже не могу понять, что там получилось. Она сказала, что, в принципе, она готова с ним и дальше работать, но что-то обратной связи больше не было. Вот, и немножко я... Когда-то тут пропали. Нас приглашали перед Новым годом в один проект, как раз из вот дебютного вот этого чата бесплатного, который в Телеграме мы обращались. Вот, и она отсняла, там небольшая у него роль была. Вот, и что-то она пропала, я даже не знаю, что там получилось. То есть он снялся? Ну да, она его сняла, но я не увидела, не готовое смонтированное видео. Девочка как-то, что-то обратной связи пока не дала. Вот, ну, пока я не добилась от нее никакой вообще, что там получилось хотя бы. Долго длится постпродакшен, не переживайте, а я очень рада, я вас поздравляю. Это очень круто. Спасибо. Ну, это вот его первый опыт был. Был очень первый опыт. Не знаю, мне кажется, он вообще не понял, что он, куда его привели, зачем. Но мы сейчас ему объяснили. Вот, вроде он стал, ну, более такой уже осмысленный. Вот, я думаю, что ему надо пробовать себя как-то раскрывать постепенно. Вот. И кудрик, пожалуйста, не стригите. Нет, мы отращиваем. Эта бабушка у нас взяла летом, его остригла, потому что она решила, что ему так лучше. Ребенок тоже, говорит, мне жарко, но у него были еще длиннее кудри. И мы пытаемся сейчас обратно вернуть эту прическу шикарную, которая была. Вот, поэтому мы его стричь не планируем. Я как раз сейчас пришлю пробы. Сразу хочу сказать, что у вас все весело, так здорово. Я немного в этом плане стала жестче, потому что, когда вот ты понимаешь, вот, например, та возможность, что сейчас детям пришли пробы после Чтецкого вечера, а когда мне их присылают, задают миллион вопросов. И потом присылают совсем не так, опять горизонтально, а не вертикально. Или прямо сейчас, во время прямого эфира, прошло два дня после подачи пробы, мне пишут, можно ли их отправить завтра. Конечно, у нас есть отбор. И вообще хочется, чтобы родители, и вообще я сейчас тоже 15 минут потом, скажем, сделаю индивидуальный созвон, с кем-то я уже делала, для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Очень сложно работать, когда вместо того, чтобы быстрый был процесс, мы вот как раз такие вещи упускаем. То есть вот есть твой шанс, вот тебе главная роль. Вот только что я одной маме ответила из имен и фамилий. Я говорю, вы же сами хотели главной роли, а пробы-то надо записывать. Вот я вам прислала пробу, вы просили, вот у вас пробы на главную роль. Но вам тоже нужно потрудиться, поэтому вы должны, дорогие родители, понимать, что это большой тандем родителей и агента. Не работает так, что вам на блюдечке приносят роль. То есть это не конкретно, Ксения, к вам, это вообще в целом. Потому что вот сейчас я сталкиваюсь с тем, во время прямого эфира, ну, помимо запуска курса, есть еще пробы, которые отправила. А их порядка десяти. Вот. И это очень большой процесс, потому что их надо отсмотреть, надо успеть дать обратную связь. А очень часто происходит так, что отправили, а обратную связь уже не успеваешь и уже быстрее бы скинуть. Так мы отправили одни пробы Артема, недавно Аня Носовь, которая нам очень серьезно сцену прислала. И нужен был парень, который играет на инструменте, гитаре. Ну, то есть гитара, либо вот это. И он просто наложил весь текст проб на гитару. А в связи с тем, что он очень затянул это дело, я их просто отправила. Ну, то есть я как бы посмотрела, что вроде все нормально, а потом Женя, боже, что это, почему он поет эти пробы. Вот, поэтому, конечно, это я так и наболевшим, простите, просто параллельно приходят сообщения. Наболевшее то, что вы не записываете своевременно, быстро, пробы. Проект ждать не будет. То, что Женя за вами бегает по три-четыре дня и просит, это ко всем я обращаюсь, вообще не к Ксюше, не по ее вопросу. Да, это вообще не к вам. Если уж вы, да, подписались, я вижу вопрос у Лены, мамы Тимофея Боровкова, вообще новенький мальчик наш, который еще, наверное, на одном занятии был. Включить микрофон или включен у вас? А как всем включить, что все могли сказать? Вот, разрешить говорить. Лена, вопрос, мама Тимофея. Так, нет, это я могу у каждого отдельно. Просто поднимайте руки. Вот, Юля, Юля, давайте вы, пока мама Тимофея думает. Вы поднимайте руку, я включаю вам микрофон. Слышно меня, да, добрый вечер? Впервые участвую в Телеграм-видео какой-то конференции. Всем добрый вечер, я мама Амелины. У меня такой вопрос. Если я не смогу успевать отслеживать все кастинги, которые вы вывешиваете, или, например, в принципе, там буду их пропускать, есть шанс того, что вы что-то лично, какие-то кастинги будете присылать? Смотрите, я вам честно скажу, если вы думаете, что вся информация в закрытом чате, это вся информация, с чем я работаю, это, конечно же, не так. Потому что, помимо этого, есть еще миллион всей работы, которые, естественно, я как бы, ну, вы ее не видите, либо это что-то личное и так далее. Ну, то есть это как бы отдельная история. То есть какие-то проекты, безусловно, я отправляю в закрытый чат. Это очень важно. Все задают, можно ли у вас вступить в платный чат. Нет у нас такой услуги в платный чат. У нас есть услуги актерского агентства. Это комплекс услуг, в которые входит закрытый чат. Закрытый чат сделан для удобства. Вот я только что Стефане отвечала маме Алене на этот вопрос. Он сделал для удобства, чтобы я какие-то скинула сомневающиеся проекты, да, например, ну, просто или там, и вы могли отправить, и я понимала, что вы заинтересованы. До момента этого я все равно отправлю, если вдруг, дом, если я понимаю, что я смогу отказаться. То есть если я вам пришлю и скажу, вот сюда вас хотят, вы скажете, я не могу, на этом этапе я могу отправить без вашего согласия. Есть проект, который по занятости. Например, мне нужен актер с 5, 17, 18 февраля, там, например, катающийся на коньках. Я скину это в общую группу. Плюс у меня еще есть, естественно, ваши визитки. Ну, то есть я сама кого-то уже отправлю. То есть это очень большой сложный процесс. Закрытый чат – это просто, скажем так, чтобы вы какие-то вещи видели, реагируйте на них. Я буду понимать, что вы заинтересованы, и буду держать вас в голове в первую очередь, что вам это надо. Вот и все. То есть помимо этого идет большая работа. Правильно я понимаю. Закрытый чат – это информацию скидываю вам, а чат-дебют – это я уже напрямую по тому номеру WhatsApp. Это вы уже скидываете кому угодно. Да, это уже кому угодно вы скидываете. Да, наш канал – это совсем, да, другая история. То есть если я из закрытого чата в силу, там, например, рабочего дня нигде не реагирую, то, в общем-то, ничего страшного, да? Ничего страшного. Безусловно, ничего страшного. Я в любом случае, если вы подходите по типажу, по возрасту вас уже туда отправила. Вот, но в любом случае, это даже поддержка для меня, чтобы я видела, что вы готовы, вам это интересно. То есть закрытый чат, пожалуйста, отмечайте. Это не будет лишним. Во-первых, где-то мне помощь есть, да, то есть я пишу, если там, отметьте филу и так далее. Значит, мне, чтобы упростить мою работу, не искать сейчас везде, да, как того отправить. Поэтому это помощь для меня и для ускорения процесса. Поэтому здорово, если вы откликаетесь, это круто и здорово. Логичный вопрос работающей мамы. У нее работа, она занята. Ей некогда обновлять ленту каждые пять минут, а есть ли там кастинг для ее ребенка. Поэтому, да, агентство вместе с закрытым чатом и всей этой историей занимается актерами. Кто у нас состоит, у кого есть фото, видео, вы на сайте, с вами заключен договор. Мы вас пошлем и без ваших комментариев. Если вы мне нужны, я вас из-за земли достану. Вот это самое главное, я услышала. Да, я понимаю, что эта группа звучит, но я в хорошем плане. Я могу быть переводчиком с русского народа. Потому что я обалдела от количества кастингов только за субботу и воскресенье. Думаю, это я как бы не работаю. А что будет с понедельникой? Я такая думаю, так, черт, это я все пропущу. Вот, и мне нужен помощник, которого нет. Все, я теперь успокоилась, поняла. Согласна. Более того, хотим очень сейчас, вот веду переговоры с Женей и с Наташей по поводу того, чтобы дебют перевести в наш основной канал, чтобы все в одном месте было. Потому что, конечно, глаза разбегаются от количества чатов, группочек, чатиков. Так, Алена, мама, Тимофея. Я выходила. Так, Анна Владимирова, пожалуйста, вопрос. Да, здравствуйте. Мы у вас новенькие, в Ясенево начали ходить. У меня вот вопрос по этому закрытому чату. Все туда добавляются дети или нет? Я так и не поняла. Нет, смотрите, у нас есть открытый чат, в котором кастинги отовсюду, которые вы можете сами найти, но это просто большая работа, чтобы их найти. По всем чатам их надо искать. Наталья их собирает в одном. Есть закрытый чат. Еще раз говорю, дело не в чате. Вот я пытаюсь это объяснить, прям надо убрать это слово чат. Дело совершенно не в закрытом чате, а дело в услугах агентства. Агент – это человек, давайте так, это пиар-агентство по-другому, да? Пиар-агентство, которое занимается вашим пиаром, продвижением вашего ребенка в киноиндустрии, который занимается позиционированием его, также ищет для него подходящие роли, обрабатывает входящие заявки, и в целом задача его продвинуть. То есть это, забудем слово чат. Ну, то есть в этот закрытый чат, это как дополнительная услуга, правильно? Это дополнительная услуга, это вообще в целом работа актерского агентства. Это одна вот из миллионной составляющей актерского агентства – это чат. Поняла. Да, просто скажем так, что там есть… Так, эту услугу получить. Эту услугу получить вам нужно, ну, мне нужно будет понять, кто вы, увидеть вашу видео-визитку ребенка, и в целом напишите на номер агентства, я вам пришлю все этапы постановки. Это значит… Да, мы не… А почему? Вы участвовали в детском вечере? Может быть, вашего ребенка мы уже видели? Нет, нет, не видели. Нет, я все знаю наизусть, кто участвовал. Да, нет, мы не участвовали, да, мы только-только. И вот у меня как раз следующий вопрос, что вот, допустим, насколько вы знаете всех детей, которые у вас занимаются в филиалах? То есть, получается, не всех, да? Ну, смотрите, это невозможно знать всех сразу в филиалах. Поэтому для этого и есть… Как раз-таки мы разъезжаем по всем филиалам. Ну, вот сейчас, когда был чтецкий вечер, я не так часто ездила, а до этого я была и в Балашах, и в Яснево, и везде, и повсюду. И встречи у нас проходили тоже в разных филиалах. Крайний раз в декабре у нас была встреча с Егором как раз в Яснево. В Яснево. Поэтому, да, поэтому, смотрите, у нас такого нет. Мы, естественно, всех детей смотрим. У нас есть педагоги, которые говорят, например, Стефания Ярушина огонь, например, нам сказали, и она прям очень топ. Ты идешь, смотришь тут сам, знакомишься, потом ты уже смотришь, что этот ребенок готов и так далее. Или там, например, Амелина Калиошка сейчас снялась у нас в «Коляки-моляки», ее отобрали, да? И вот сейчас она там оперативно записала пробы. Молодец, все, значит, надо с ней работать. Но вообще, в целом, плюс у нас «Четский вечер» был той отправной точкой, которая показывала нам детей в работе, и этого было достаточно для того, чтобы с ними уже заключать, скажем так, услуги с актерским агентством. Мне кажется, то есть надо с вами пообщаться, я так поняла, поближе. Да, совершенно верно, пообщаться поближе, это можно сделать и в онлайн-формате, вообще не проблема. Вот, поэтому, да, просто надо написать на номер агентства. Я после эфира продублирую чаты, телефон Женина. Важно, очень вас всех прошу, очень всех прошу, кто сейчас здесь находится. Очень важно, у нас нет платного чата, у нас нет такой услуги платный чат. Просто у нас этого нет. У нас есть услуги актерского агентства, которые очень многогранны, очень много чего в себя включают, и одна из этого – это чат. Спасибо. Спасибо. А не Владимировне ответить по поводу того, что в филиалах, в принципе, мышь не проскочит в том смысле, что если вдруг там появился талантливый ребенок коммунадого агентства, даже если, например, Женя не успела после декабря приехать в филиал и увидеть новых учеников. Или в Балашку, или еще куда-то. У нас там есть преподаватели, у нас есть управляющий. Это люди, которые иногда мы спрашиваем их, есть кто-то классный, или, ой, мы ищем вот такого-то ребенка сейчас срочно на кастинг. Или они сами говорят, ой, у нас появился такой ребенок, или такая девочка, или такой подросток. Обратите внимание. То есть, в принципе, у нас агентская сеть развита в лице. Это правда. Это управляющий, руководитель актерского агентства. То есть, по большому счету… Это правда. Мы каким-то образом узнаем. Или вы придете к нам на какие-то общие мероприятия, на встречи, с кастинг-директорами, на честерский вечер. То есть, в любом случае, мы где-то пересечемся с вами. И, в принципе, на самом деле, с одной стороны, хорошо торопиться и сразу, раз пришла в школу, сразу и фото сняла, и видео сняла, и в агентство встала. Но иногда бывает, что, и, может быть, чуть позже, это тоже вовремя, как говорят, всякому овощу в свое время. То есть, возможно, ребенку сейчас, вот она пришла или он, адаптировалась, позанималась, ее заметили, отметили. Ну, как бы никогда не поздно. Никогда не поздно начать этот путь. И, возможно, не нужно это с первого занятия делать. Вот только-только вы пришли, и все. Хотя кому-то, кто-то перешел. Зависит от того, сказать, да. Да, перебью. Дело в том, что у нас опыт-то есть съемочный. Реклама и кино, и шоу. Поэтому у нас наоборот пошло. Мы вначале начали сниматься, потом пришли к вам. А, здорово. Все, тогда визитку Жене шлите просто. Значит, у вас все есть, скорее всего. Смотрите, важный вопрос. Тот же Тимофей Боровков, правильно же я фамилию сказала? Да. Я о нем узнала сначала в чате наших в Битриксе о том, что пришел клевый парень заниматься. Потом я сама его увидела, когда снимала ринс с ними. Поэтому Аня очень права, что у нас никто не проскочит. Если приходит ребенок сейчас готовый, на кого надо обратить внимание, нам всегда передадут. Потому что у нас нет людей, которые работают, просто как бы пришли, отработали. Все заинтересованы. Все всегда общаются и всегда делятся обратной связью про новых учеников. Поэтому все под прицелом, как Аня сказала. Я поняла. Только розовую руку тянет. Мама Тимофея тоже тянула руку, но перестала тянуть. Девчонки, у вас право голоса. Говорите. Да, добрый вечер. Я, наверное, из тех, кто вообще как бы сильно новичок. То есть у меня дочь ходит только в театральную студию. И вот главный вопрос, с чего начать? Приходить к вам на обучение сначала? Или как лучше сделать? Как правильно сделать? Или видеовизитку и рекламу надо делать параллельно? То есть вот хотела спросить об этом. Смотрите, скажу вам так. Так, вот лично мое 100% правильное мнение. Конечно, так не очень красиво звучит. Но просто опыт уже. Летивное. Ну пусть нет, оно 100% правильное. Смотрите, в кино как? В кино, вот Аня недавно тоже ссылку мне скидывала, да, подтверждение того, о чем я всегда говорю. В кино детей подбирают под родителей. Если ваш ребенок типажно 100% подходит под кого-то и вдруг нужен будет именно такой, то его где-то подтянут актерские и как-то ему помогут. Поэтому тут никогда не скажешь, кому можно, кому нет. Что касается больших ролей и прям сложных ролей, тут, безусловно, нужно только учиться, пробовать. И самое главное, не бояться площадки. Потому что режиссеры, я вот уже тоже родителям на своем мастер-классе уже, который курсик говорила, что все весело и здорово до момента проб и так далее. А дальше начинается юридическая составляющая, в которой вы несете ответственность за своего ребенка. И вы не можете уже сказать, что, ой, у меня ребеночек там типа не хочет идти на съемки. То есть это миллионные штрафы. Поэтому в первую очередь, если ваш ребенок действительно по вашим ощущениям, а я вижу, что вы бережный душевный коучинг, да, у вас написано. Если вы чувствуете, что душевно и ребенок уже готов к работе такой, что он не боится людей, там не побоится тысячи света и разных всяких там режиссеров и так далее, то можно пробовать и раньше это делать визитку и как бы в целом пробоваться. Если вы чувствуете, что надо еще работать, то лучше, конечно, туда не идти. Потому что до момента пройти пробы и отработать, и чтобы не свалиться, это тоже нужно уметь, потому что это тоже огромный труд. Который наступает после кастинга. Но здесь вопрос еще, Женя, в том, что девочка, дочь, я так понимаю, да, или ребенок, учится в другой театральной студии, не в Талантино. Как попасть в актерское агентство Талантино? Вы берете, Евгения? Ну, смотрите, у нас такое тоже, мы как бы люди, как сказать, у нас, мы ко всем открыты. У нас есть люди, кто из других каких-то школ у нас в агентстве состоят. Но тут просто будет более жесткий отбор, потому что, еще раз говорю, наши ученики, это наша фокус-группа, но это понятное дело, да. То есть это наши дети, мы знаем, как они живут, уже вот прям недавно об этом говорила. И нам намного легче за них говорить, просить и так далее, потому что они живут с нами в одном темпоритме, в одной жизни. То, что касается детей из других театральных студий, у них другая школа, у них какой-то, возможно, другой подход. Ну, опять же, если ребенок запишет, новичок, тогда точно не стоит к нам приходить. А если ребенок уже с опытом, съемками в кино, то тогда мы обязательно рассмотрим. То есть все-таки, если говорить о агентстве сотрудничества, то есть других школ, мы возьмем тех, у кого опыт работы в кино большой. Поняла, спасибо. То есть прийти лучше изначально на курсы Талантино и поучиться, и посмотреть, и вы увидите ребенка. Да, но это опять же, если тут надо понимать, пришлите видеовизитку, чтобы было понятно, ну, то есть какой уровень у ребенка. Но в целом, мне кажется, это правда. У нас есть вот пул актеров, это наши ученики, да, которые это первоочередно, первоочередно это те, кто подписали с нами договор, а следующие это уже наши ученики, которые учатся у нас в школе. И третий пул, это уже талантливые с фильмографией дети со стороны. Я бы, наверное, знаешь, что добавила? Мы не занимаемся сейчас хантингом, переведите ребенка к нам в школу. Это непорядочное отношение к коллегам, они тоже классные вещи делают. Мы берем из других студий, но это должны быть дети, которых у нас в агентстве нет. Нет таких типажей, нет такого возраста. Вот кого-то, кого нам не хватает или мимо кого мы прям не можем пройти, да? Какой-нибудь классный толстый, какая-нибудь рыжая, не знаю, там с ющимися волосами девчонка. То есть если это типаж такой среднестатистический, славянский, или, например, то, что у нас уже есть такие дети подобные, да, мы сами себе конкуренцию, наверное, ну, как бы подумаем, брать или не брать. То есть потому что у нас право первой ночи все-таки там нашим ученикам мы даем. Я по-честному отвечаю, как есть. Но если у нас нет такого типажа, нет такого актера, такого суперталантливого или типажного, вот это важный момент, да, вот я говорю, что, опять же, я все-таки тоже добавлю, что в первую очередь фокус на тех, кто у нас сейчас с нами подписал договор. Второй фокус – это наши ученики, потому что они не все заинтересованы в том, чтобы сниматься. Это очень важно. Поэтому вот фокус – это те, кто прям заинтересованы. И вот они сейчас с нами подписали контракт. Это те, кто мы точно знаем, что хотят сниматься в кино. Я тогда, можно тогда маленькую, раз пошел такой разговор, тогда маленькая рекламная пауза, а то какой прямой эфир без рекламы. Если на Женин курс по записи проб и самопроб мест нет, то вот со следующей субботы у нас стартуют два коротких трехмесячных интенсива. Один – актерское мастерство и результат – это спектакль. А второй – это филмейкинг, режиссура, где дети, наоборот, которым нравится за кадром работать, которым нравится снимать, монтировать. Вот если что, пишите, будем рады. Но это не для того, чтобы переманить откуда-то. Это для тех, кто давно с нами посматривает и не успел в сентябре начать. Вот сейчас классная возможность 10 февраля два новых курса. Я просто тоже хочу сказать, это не потому, что мы против других школ, но просто смысл нам брать, если кто-то из другой школы, он не имеет фильмографии, следовательно, ему еще надо тянуться, также учиться. Поэтому, естественно, мы будем брать те, кто уже с фильмографией. В общем, пришлите визитку ребенка, мы посмотрим. А я присылала, мы были на кинодне, я присылала, но я так понимаю, что вот у вас огромная загруженность, вы не все смотрите. Пожалуйста, просто передайте вопрос, просто в детский вечер был, мы были в таком аду, но вот Женя без выходных работала. Это да, это правда, да, потому что сейчас я посмотрю. Ольга Морозова, да? Да, я в WhatsApp присылала, в WhatsApp там в группе были, да. Ну, вообще, вы такие, как бы это сказать-то, зарядные, да, смотрите, 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 все круто, только, пожалуйста, не вертикально. Ага, горизонтально? Да, 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 да. Ага, поняла, поняла. Вот, спасибо большое, да, вот я вижу, так, 23 января, да, я вижу, вы прислали. Вот, кстати, тоже проблема какая, вот смотрите, кинодень был 20 января, а вы мне присылаете 23 января, а я просила всех прислать в этот же день. Вот это тоже такой момент, когда у тебя уже, грубо говоря, фокус идет на другое. Старайтесь, если вас просят, чтобы в этот же день присылать, и тогда будет проще, потому что те, кто-то, кто прислал, кто-то получил пробы. Кому-то я написала в чат, что кому-то пришлю позже, спасибо, что напомнили о себе, не бойтесь звонить, если вы видите, что вам не ответили, не бойтесь звонить, это прям крутая история, потому что Стефани Кьюнг, мама, например, знает, что я готова ответить ей в любой момент, она всегда мне звонит, и это очень хорошо работает, потому что очень много приходит запросов, кто хочет попасть в агентство, и не все рассматриваются, потому что тем более, когда у нас идет важное мероприятие. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Да, хорошего видя. Да, и вам тоже. Поднимайте, поднимайте ручки свои, мы вам дадим право голоса, микрофон включим, и еще, ну, мы уже как бы достаточно давно в эфире, давайте последние 10 минуточек и заканчиваем, да? Маша, запиши, пожалуйста, Маша Севушова, запиши, пожалуйста, пробы, которые в чате, которые я тебе... Маша Севушова, у меня no comments. Если человек собирается поступать в Институт кино при Высшей школе экономики, в том числе рассматривает эту историю, у нас в жюри Читецкого вечера директор института, у нас на кону подготовительный курс, кстати, Маша не участвует в Читецком вечере. Жень, у меня вот нет комментариев. Нет, кстати, я вам могу сказать, я сейчас, ну, вот после Читецкого вечера, и вообще, я сейчас очень много новшеств в агентстве сделала, я тебе даже это тоже еще не показывала, все, там таблички свои, вот эти подсчеты, вычеты, проекты и так далее, что очень тяжело, потому что мы не можем всех обеспечить ролями. Мы бы хотели бы, да, то есть мы этим, это наша боль, и мы этим заинтересованы сами. То есть это не какая-то, да, там, лень или еще что-то, то есть это наша цель одинаковая с вами. Но очень сложно, когда вы не используете такие крутые возможности, и, например, не участвовали в Читецком вечере. Это для меня просто боль из всех болей, потому что было приглашено, и лично мной, и Аней, очень крутые люди, которые были в жюри, очень. И вот я прям, как сказать, плачу от того, что действительно не все из агентства, именно те, кто, ну вот, кто непосредственно по договору с нами не участвовали. Для меня это прям вообще, во-первых, это лишний раз напомнить о себе в целом. Ну, то есть как бы это прям боль, да. Ладно, Маш, ты запишешь, скажи, пожалуйста. Маш. Наверное, у нее там микрофончик не включен. А, поднимает руку, сейчас, Маш, включу, включаю. Маш, можешь говорить. Маш, запиши, пожалуйста, пробу, которые там, ну, не могу называть названия, которые она, ты поняла, какие? Да. Запиши, пожалуйста, потому что прям вот горит. Хорошо. Да, спасибо. Так, последний вопрос. Давайте, девчонки и мальчишки. Нет, давайте не последний, давайте прям, если у кого-то есть, хочу всем ответить, пожалуйста. Очень хорошо, что вот вы задаете вопросы, правда. Хочется быть, мне вот вообще агентству хочется быть, чтобы мы были с вами в диалоге постоянно, да. Не обижались, например, ой, мне что-то там пробуют, не отправляют, да. Да, или там, ой, какая скотина, там, взяла 12 тысяч рублей в год, где мои там 500 тысяч рублей, да. Я вот от всей души вот клянусь чем угодно, мы с вами движемся в одном направлении. Я должна быть вашим другом, я есть ваш друг, да. И это очень важно для понимания, потому что я знаю, кто-то у нас там активно снимается, у кого-то там плохо с пробами, у кого-то они идут вперед. Кто-то понимает индустрии, тот же Филипп Иванушкин, он постоянно обновляет, они мне скидывают. Я так от этого заряжаюсь, вы даже себе не представляете. То есть он мне скидывает видео, как он песни записал, он скидывает, как он ролик монтирует, я всем этим живу, это меня очень сильно заряжает, мне хочется идти дальше. И вы должны понять, когда вы как серые мышки сели, и вот вы когда-то вот получили там, вот вы зашли в чат, будьте активны, поймите, это очень супер важно. Вот так же Ольга, например, отправила визитку спустя три дня, да. То есть у меня там уже фокус на что-то другое. Напомните себе, позвоните, это не страшно. А можно я микрофон дам право голоса Аиде, маме Филиппа Иванушкина? Потому что мне хочется от нее услышать. То есть я всем рассказываю, какой рост неимоверный произошел у Филиппа за последний год. И только это произошло потому, и огромное количество съемок. Мама. А. Занимается. Б. Она, ну, мне кажется, пропустила за этот год максимум там две встречи. На каждой встрече она присутствовала. И с режиссерами, и с кастин-директорами. Она постоянно учится, она в потоке, в ресурсе. Она не пропускает ничего и слушает все, что ей говорят. Она очень крутая. И ничего посещает. И поэтому мы видим этот результат. Точно так же, как и Леня Смирнов. Ну, если это дети, которые вот пришли, как бы, у них ноль фильмографии. То есть было желание там, да, было желание. У Филиппа внешность интересная. Там, у Лени Смирнова. Он вообще был скромняшкой. Мама в шоке, когда он начал там на класс-концерте выступать. И первые съемки, утверждения. Но это просто большой мамин труд. Вот, как бы. Поэтому я хочу Аиды, чтобы пару слов сказала. От себя просто, как мамочка актера. Арсений, между прочим, сегодня две пробы записал. На главной роли Борзенков. Борзенков? Да, он вообще любовь. Две пробы на главной роли. Любовь. Я ему сказала, правда, или маме, что на Чистецком вечере как будто он похуже выступил, чем в спектакле. В Вербатиме он просто порвал. Ну, то есть я порвалась. В Вербатиме он был пушка-бомба-петарда. На Чистецком слабее. Вот. Но это все такое. Вот это нюансы. Это может быть, я не знаю, там магнитные бури. Не так что-то встало. Ой, слушайте, конечно. Кстати, пробы. Я вот это хотела сказать Арсению. Мама здесь вот, я вижу. Пробы, кстати, молодцы. Сделали технически очень верно. Конечно, по-актерски есть вопросики. Но технически прям молодцы. И чуть позже, конечно, скинули, чем надо. Потому что очень ждали. Опять же вернусь. Вот смотрите, прислали пробы, а вы прислайте через три дня. Ну, то есть просто ваши пробы могут быть не актуальны, а просто уже будут, как ваш тренинг по актерскому мастерству. Поэтому важно все-таки записывать пробы вовремя. Как можно всегда скорее, чтобы их можно было скорректировать. В общем, но целые две пробы на главную роль. Молодец. Так. Я все-таки предлагаю какой-то последнему человеку включить микрофон, потому что мы уже час в эфире. Наша мама прекрасная, любимая. Да, все, давайте, да. А вот, поднимай, разрешала и говорит, да. Аида. Алло. Слышно? Да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Филипп. Я не так не могу подключиться, у меня батарейка села, но вот мы тут попытались, с Филиппом вроде смогли. Да, здравствуйте, добрый вечер. Мы слушаем. 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 Вас, Ось, с большим интересом. Вот. Готова ответить на вопросы, если что-то интересует. Крутые ролики. У меня, у меня, у меня к вам вопрос. Аида. Да. Как вы этого добились? Как вы этого добились? Я что-то, не знаю, никакие, если у меня, у меня с такой площадкой, мы там открывали страничку. Вот. Очень важно. Да, это отдельная тема урока нашего второго. Да, да, я хотела как раз тоже об этом сказать, что вот мы вовремя все сделали, хотя, наверное, не вовремя, но неважно, мы сделали чуть позже, но мы это все сделали. Вот, режиссер нашел, и вот в короткометре Филипп снялся. Ему очень понравилось работать на площадке с режиссером. То есть это было отправной точкой, было понятно, что ребенку это интересно, во-первых, и он сам это хочет. Вот это неважный момент, чтобы ребенок сам хотел быть на площадке и уметь там работу свою построить, так, чтобы выполнять то, что от него хотят. И после этого начали мы подавать заявки на кастинги, ввиду того, что ребенку желание было, и много куда начали приглашать. Но сначала, конечно, мы начинали, честно скажу, на массовку ходили пару раз, просто посмотреть, как это пойдет. Но потом и были эпизоды, и детские передачи. И да, у нас сейчас, я вот сейчас недавно начала составлять полностью все вот эти вот маленькие проектики. Вот с Филиппом вместе мы пытаемся и фильмы там маленькие делать, чтобы у нас была информация, что мы были. Что? Я, кстати, планировала на Чтецком вечере этот фильм замутить, но за счет того, что вот этот свет падал не очень, и мы убрали экран. А так это должно было быть в начале. Те монтировочные материалы Филиппа. Здорово. Знаете, у него здорово получается работать в программе, и как называется это, Филипп? Он очень много что умеет делать там, и большим интересом мы это все делаем, чтобы и была информация о проекте, где он находился, что он там делал, и плюс это было там. Шоурилл он делал. Что? Шоурилл. Ну, я для других имею в виду Шоурилл. Шоурилл. Да-да-да. Во фильме бэкстейдж делали, чтобы у нас была информация для вас конкретно отправлять в агентство, где ребенок был. И потом у него пришла идея такая, что мы будем маленькие фильмы делать и вставлять песни туда, которые касаются проекта. Например, «Безумные безобретения». Там была девочка, певица детская такая, Милана Хаметова, которая Филиппу очень нравилась. В прошлом году он всю музыку слушал. Вот, и тут получилось... Это просто хит был. Ну, хит хорошо, да. Конечно, это суперзвезда Милана Хаметова. Да, и тут получилось сняться вместе в этом проекте. Ну, в параллельных группах они были, но тем не менее были в одном месте, гримерки рядом и так далее. То есть вот мы там сделали фильм, и небольшой, вернее, Филипп это все, пытался все это красиво сделать, и плюс наложили еще музыку, вот это Милана Хаметова. Я подмонтирую это. Да, завтра смотрите, выложу ролики. Обожаю, да, хорошо. У нас еще были ролики рекламы, да, я тоже хотела это все отправить, чтобы вот... Да-да, я все жду, вы помните, да? Помимо этого, кстати, очень важно, мама Аида вот по поводу Филиппа помнила, что я сделала чат в ночи, который заценили тоже кастинг-директора, а там тоже подписаны как раз кастинг-директора. Это одна из платформ, где я выставляю, где ребята снимаются, их бэкстейджи, какие-то крутые ролики, свежие визитки. Это очень крутая история, потому что на сайт это сложнее постоянно выпустить, а здесь это более частая, легко обновляющаяся история, тем более после Чтецкого вечера, наверное, сегодня первый день, когда я немножко отдохнула, выдохнула, точнее, точнее убралась дома хотя бы. Вот, поэтому... Да, спасибо огромное за Чтецкий вечер, очень много эмоций после этого вечера было, очень много детей даренных и очень много людей, которые, кастинг-директора, которые внимательно слушали деток. Мы просто были в восторге от того, что очень большое количество детей очень хорошо подготовились. Это мне мама задонатила. Вот, и в общем... Мама задонатила. Да, это просто мы сидели, мы приехали очень поздно, и он решил немножко расслабиться. Давайте, это тема следующего эфира. А твоя мама тебе задонатила, да, за Чтецкий вечер? Огонь. Сколько я заработала после? Нет, это после. Сколько я заработала? Да, это после, потому что... Да, после мы приехали. Если хороший прямой эфир был, нам тоже будут кидать донаты, мы тоже с Женькой будем рады. Можно какой-нибудь дождь вкусный? Да, да, да. Да, то есть, я так думаю, что самое главное желание ребенка и желание и время мамы, родителей, чтобы помочь ему проявить себя. Я думаю, так сейчас. И, конечно, огромная помощь Жене, Ане. То есть, мы очень рады, что попали в ваше агентство. Да, я очень рада, что в школе в нашем был, это была-была, это шелепиха наша, с чего мы начинали. Просто здорово оказаться в нужном месте в нужное время. Филипп тоже вот передает. Очень-очень рад. И все, привет, привет. Спасибо вам, Баба Катята. Спасибо вам тоже. Так что, видите, родители занимают очень важную роль. Вот у меня два сына, да, один из них занимается в Талантино. Он просто вундеркинд, он сам учит тексты, я вообще его не трогаю, но он не выступал на Чтецком вечере. И это не его проблема, это моя проблема. То же самое касается кастингом, потому что я просто не успеваю этим заниматься. Поэтому тут, дорогие родители, агент есть, но без родителей туда-сюда никуда, короче. Сюда, туда, никуда. Да, и не туда, и не сюда. Благодарна, что у нас родители вот такого уровня сознания, что им важно, как себя чувствует ребенок на площадке, что им важно, чтобы ребенку нравилось, чтобы он получал удовольствие. И про Филиппа хочу сказать, например, ну он очень активный парень, если вы понимаете, о чем я. И у нас таких, как бы, много детей. Да, ну да, ну не обязательно там развернут об этом говорить, но съемочная площадка безумно структурирует, потому что ты можешь при маме быть подвижным и очень таким ярким, но как только другие люди ставят тебе задачи, вдруг ребенок, самый активный, 9-летний или 5-летний, становится серьезным, он слушает задачи, которые ему ставят, и очень, в общем-то, очень серьезно, ну работает, работает, все профессионально делает. Это не мамочка, которая там все простит, и на маме можно поездить. Да, и важно понять, что не всем обязательно нужно кино. Вот, например, мой ребенок считает, можно его хоть в любой момент ночью разбудить, он считает, что это, вот Антикин так нас пугал, он считает, что Талантин, это самое лучшее, что в его жизни, клянусь, я вообще к этому не причастна. Вот его хоть час позвать, он это сам и скажет, но при этом, как бы он пока кино не занимается, хотя ему это тоже нравится. Поэтому надо понимать, что агентство не для всех. Это не все хотят в кино, но кино, если кто туда попал, я думаю, что кто в кино уже был, меня поддержит, что оттуда уже очень сложно потом выйти, потому что оно очень сильно засасывает, там какая-то особая атмосфера. Кроме того, что мы сейчас вам чаты наши все дадим, телефон руководителя агентства дадим, пожалуйста, если можно, не сегодня, а завтра уже в 10 утра. Смотрите все материалы, да, пожалуйста. День нужно в 10. Поспала, чтобы немножко наш сотрудник. Очень рекомендую к просмотру, я вчера выложила запись прямого эфира с нашим учеником, бывшим учеником, актером Гришей Дудником, 15 лет, последняя из работ «Соло пацана». Посмотрите этот эфир, чтобы вы поняли, что съемки и работа в кино, это безумно развивает человека, безумно развивает ребенка. Я была в восторге, пообщавшись с ним, увидев, как он мыслит, как он рассуждает, каким он вырос парнем 15-летним, потому что тот контингент, с кем он общается, с кем он коммуницирует на съемочной площадке, это взрослые люди, далеко за 18 лет, это опытные режиссеры-постановщики, это актеры, его партнеры, это съемочная группа, поэтому это достойные люди, в общем, вырастают. Я горжусь. Просто можете увидеть, можете увидеть, если ребенок будет этим заниматься, что может из этого получиться. Но, Ань, ты знаешь, что, во-первых, это все очень индивидуально, и важно, какая у тебя стоит перед этим цель. Есть те, кто просто не мог без этого жить, а те, кто изначально ставит, стать знаменитым и зарабатывает много денег, иногда, ты понимаешь, все зависит от цели. Можно заниматься одним и тем же делом, но с разными мыслями и с разными целями, поэтому тут это тоже немаловажно. Есть кто просто жить не может без цены, а есть кто просто хочет быть знаменитым и не хочет работать над собой, и при этом просто получает большие деньги. Ну, вот посмотрите эфир с Гришей и прокомментируйте, как вы увидите, что вы там увидите для себя, что для вас будет ценным. А нам будет приятно, потому что, все-таки, знаете, когда ты договариваешься об этих эфирах, когда ты их делаешь, ты тратишь время свое и хочется от зрителей какую-то обратную связь слышать в виде смайла, лайка, комментария, репоста или чего-то еще. Спасибо всем большое. Последнее, подожди, последнее, давай скажем, честно, мы вас так все любим, вы даже не представляете, сколько сил на каждого затрачиваться. Как бы вот не было несколько филиалов, нет такого, что кто-то проходит мимо. Каждый ученик, вот реально, это уникальная история, вот даже этот Читецкий вечер, 100 человек, я каждого из вас помню, просто вот каждого настолько вот, цените, пожалуйста, тоже наш труд, потому что мы вас любим и ценим и просим тоже, чтобы вы не забывали. Женя, я же говорю, я же говорю, за донати. Нет, нет, нет. Нет, просто это очень важно, чтобы... Да, все, давайте, целуемся сейчас. До свидания.